приветствую всех на моем канале моих постоянных зрителей читателей а также те кто попал на мой канал впервые или случайно на улице январь месяц у нас потеплело до минус 10 но на улице очень сыро и очень неприятно и как говорила моя мама началась гриппозная пора в такой холодный и простудный период мы дома стараемся пить травяной чай с шиповником но и плюс ко всему я еще делаю вкусную апельсиновую добавку к чаю я сходила в магазин и купила апельсины кстати говоря я недавно только узнала что апельсины нужно выбирать покрупнее и желательно чтобы они были более яркие это значит что яркие апельсины получили больше солнышка они будут более сочными и более сладкими а также я узнала очень интересную вещь нужно перевернуть апельсины посмотреть вот на эти вот места так называемые попки так вот вот апельсинчик вот с таким вот местом это апельсин мальчик а вот с таким это девочка я специально взяла но у меня правда не было выбора сегодня только одни девчонки прямо там были ну парочка мальчика мне тоже досталось и сейчас я апельсинки хорошенько помою и почищу я почистила оба апельсинчика и сейчас я их попробую вот этот покрупнее это типа девочки но вот я смотрю по внутренним они как бы вообще одинаковые сладкая чел на мальчик скажет тоже сладкий апельсины египетские мне кажется они всегда сладкие сейчас вот это еще вырежу и мне почему-то кажется девчонка более яркая но я не я не знаю наверное тем кто выращивает апельсины им виднее но вот я большую разницу не увидела почистила еще одну сладкую парочку у меня получилось два мальчика две девочки и честно говоря я не заметила вообще никакой разницы они все и сладкие и сочные видимо мне повезло так я вырезаю и нарезаю на крупные куски честно говоря мне нравится когда когда я добавляю еще и корочку но корочка дает слегка горечь мои мальчишкам это не нравится ну раз не нравится я добавлять не буду но корочка дает более такой ярко выраженный и вкус и запах кстати говоря апельсины без косточки это очень хорошо не надо их выковыривать если апельсин попадается с косточкой конечно лучше и косточки убрать сочный прям доска у меня вся соки если есть лимон и любите кислое можно конечно добавить сюда и лимончик можно даже киви зеленые будут проскакивать кусочки тоже в чае интересно я сделаю просто перекручу сейчас апельсин блендером но если у кого-то блендера нет можно и мясорубки раньше все время делала на мясорубке апельсины этот раз очень очень сочные и сладкие это значит что они свежие поэтому я докручивать прям в пюре делать не буду а вот оставлю вот так чтобы были кусочками теперь по желанию если кто-то любит мед и нравится вот такую баночку мужу подарили можно добавить сюда мед но в последнее время моего мужа от от меда повышается давление и поэтому так эта баночка уже всю зиму у меня стоит я добавлю сюда просто сахар 4 ложки маловато можно будет добавить еще ну это все сугубо по вкусу я делаю сладенькое для того чтобы чай потом в чай не добавлять не мед не сахар ничего сразу добавить ложку вот такого состава сладенького апельсинового и можно было пить обогатить свой чай витамином c это база или основа полезной добавки в чай апельсинчик с сахаром или медом медом конечно бы получше было но делаем так как позволяет здоровье имбиря в магазине не было но недавно мы были в магазине находка и купили киви киви оказались очень кислыми но в наш составчик он как раз пойдет я отложила немножко апельсинчика в тарелочку сын не любит киви точнее не столько киви не любит сколько вот этих косточек а нам с мужем как то все равно косточки и косточки делов то еще на это заморачиваться толпчиков и вот это я теперь добавлю вот сюда и также перекручу семечки меня не смущают никаким образом абсолютно поэтому добавить в чай вот такую штучку будет очень даже полезно я сейчас попробую можно добавить еще сахара это конечно уже на личное усмотрение сахар мед имбирь киви лимон все что угодно даже клубнику можно замороженную будет очень красиво вкусно и самое главное полезно теперь я часть перелью в свои баночки вот такой вот интересный состав очень сочный апельсин поэтому получился больше как пюре ну ничего чая в простудный период очень тоже пойдет вот это я уберу в холодильник натуральный продукт быстро прокисает в холодильнике хранится очень хорошо любителям чаепития я думаю это ненадолго будет а оставшуюся часть я сейчас перелью в вазочку и оставлю на столе и сама попью чайку и угощу своих мальчишек младшего чистым апельсином а старшего с киви а на этом я со всеми прощаюсь желаю всем всего самого хорошего особенно здоровья в этот простудный период ну и конечно же до встречи в следующих видео пока пока